Возникало ли у тебя после просмотра видоса чувство сомнения касательно того, что происходящее на экране действительно подлинно, а не жалкий фейк? Если да, то стопудово неспроста. Таких экземпляров было хоть отбавляй, но сегодня мы выбрали самых ярких представителей. Добро пожаловать на Телблокнет, и прямо сейчас ты увидишь топ-10 фейковых видео ютуберов. А пока реклама. Не знаешь как выделиться из серой массы? Хочешь стильно одеваться по доступной цене? Тогда заходи на крутой сайт slonsnickers.ru. Самый большой выбор топовых кроссовок, оплата при получении, доставка за считанные дни. Более тысячи положительных отзывов. Slonsnickers.ru. Заходи, выбирай, покупай. Ссылка на магазин под видео. Десятое место. Красавица держалась до последнего. На всем этапе существования хостинга пранки имели спрос. Андрюха так вообще отыскал свою нишу. Его тактика проста. Заманить меркантильных шкур в дорогую тачку и поиздеваться над ними, выставив этих прошмандовок на потеху в интернет. Куда ты едешь? Не, надо разогнать, наверное, чтобы проветрилось. Смысл надо разогнать? Дым, блядь, сюда идёт. Ты чё, еб***ь, вдруг она сейчас... Это всё, само собой, прикольно. Но когда начинаешь изучать детали его роликов, возникает вопрос, точно ли блогер разводит легкомысленных девок или зрителей с ними заодно? Камера стоит прямо спереди, вот на этом дефлекторе, на торпеде, там, где её невозможно не заметить. А помнишь, как Афоня бомбил на Ракамакофо за постанову? Как такое возможно? А у самого-то рыльца в пушку прошлись по Андрею знатно, да не один раз. Нет, а ты... ты блогер, да? Да не, какой я блогер, ты чё, угораешь? Я этот, я братишка, так, у меня есть там блогер-знакомый, но я-то не блогер, какой я блогер. Всё, пошёл ты на... Девятое место. Моя первая машина. Вот так авторитет всего Ютуба Айтипедия затесался в тусовке шарлатанов. У всех есть свои скелеты в шкафу. Не так давно Лёха обзавёлся новой тачкой, не какой-то там Колымагой, а Поршем 911. Карета, конечно, крутая, правда, не понимаю одну вещь. Зачем отваливать столько бабла за драндулет, на котором даже в Готов Вар не скатаешь? У него вот эта вся задняя часть, это шедевр дизайнерской мысли Порши. Насколько это красиво. Это, конечно, всё хорошо, но купил ли он этого монстра? Лично у меня в голове всплывают флэшбеки четырёхлетней давности, когда Джоли Гольф обвёл всех вокруг пальца, лишь для вида посадив себя за руль, точил и премиум-класса. Что я могу сказать? Ну, это просто какие-то сверхнепередаваемые чувства. Неужели история, правда, имеет свойство повторяться и снова проснулся лукавый гений Шевцова? Поживём-увидим, но люди уже заподозрили что-то неладное. Впрочем, как бы она там ни была, Шевцов однажды уже залепил фейчину. Я хотел создать сцену, словно я владелец элитного спорткара, и как на это отреагируют окружающие меня люди, на вот эту вспышку богатства. Появятся ли лицемеры, появятся ли подхалимы, поздравят ли меня друзья, всплывут ли завистники? Восьмое место. Я читер. Школьники в CSGO это вообще отдельный контингент геймеров. В основном это токсичные долбоящеры, у которых руки растут из жопы, но при этом обсирают они всех подряд. Такие экземпляры находка для ютубера. Блядь, проходил, я все в школе, ты знаешь, как у меня в классе, блядь. Но при просмотре все больше кажется, что каждый ролик Дамбаза будто под копирку. Видно, что школьеры выжимают из себя дотошные крики и эмоции, однако все происходящее не внушает правдоподобности. Ты пи***ц, блядь, гидропевеновизатор, еб***ь, я тебя в жёте вы... Коня, ты кого обмануть пытался, я не понял. Видосы реально угарные и залипательные, но постановочными от этого они не перестают быть. Мы двоем были. Ну, а че ты мне пишешь тогда? Я? Ты. Ну, записать. А я же говорю неделю подождать. Ну так просто мы на неделю уезжаем со школой. Седьмое место. Антигрифер-шоу. Я уже настолько стар, что помню те времена, когда видосы ланного формата дико выстреливали и собирали фиговую тучу просмотров. Помню, ролики Фрейджа залетали благодаря шкалотронам, которые обрушивали шквал эмоций, когда их лишали всех ресов и оставляли у разбитого корыта. Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь. Майнкрафт! Это, к слову, породило многочисленные мемы. У тебя сейчас 95 хп, 95 мы делим на 9. Это будет... Блядь, это будет... Сука, сколько это будет. Ебанная физика. Правда, все, что ты видел от и до является фейком. Тупо развлекательное шоу. Да, поржать можно, но порой авторы заходили настолько, что постанову заметил бы даже слепой. Ой, блядь, блядь, шалава, блядь, ебаная, канаевая, сука, ебаная. Давай, блядь, пошли нахуй, заебал меня уже. Что он сейчас рэпанул тут? Это рэп-баттл какой-то, что ли, я смотрю. Шестое место. Съездил в универ, записал разговор на диктофон. Ты по-любому в курсе насчет терок между Моргеном и ректором, который турнул пацанчика из универа. Одно время Алишера с кожем он лез, чтобы показать фанам, каким крутым он стал без диплома и чтобы параллельно утереть нос этому несчастному ректору. Все очень ждали, когда же Морген прикатит и взглянет в глаза мужику, который подписал приказ о его отчислении. И вот год назад рэпер заявился на своем новеньком Кадиллаке прямо к воротам своей шараги. С собой он прихватил дорогущий коньяк. Видимо, чтобы загладить ссору со своим старым приятелем. Здрасте, можно? Здрасте, Каэлл с коньячком. Но нет, блогер опять совершил очередную выходку. Эх, а начало было многообещающим. Но Моргенштерн не был бы Моргенштерном, если бы в который раз не выпендрился и не облапошил всех. В роскошной упаковке бутылка французского коньяка стоимостью 100 тысяч рублей. Таким подарком кумир подростков, похоже, хотел доказать ректору, что чего-то добился в жизни, но неожиданно передумал. Я чё, да л*** кому-то чё-то докажу. А так, вполне ожидаемая развязка и вполне заслуженное попадание в этот топ. Пятое место. Я беременна. От кого? После расставания с Ивангаем Марьяна Ро сильно изменилась. Выросла она не только как блогер, но и в ширину. Чего? Так полтора года назад девушка выпустила ролик, где выкатила на публику якобы беременная пузо. Но с первых кадров кажется, что тут что-то нечисто. Твой мозг глазами тебе не врут. Ну я беременна, и мне можно. Ну что орёте на меня? Рожкова тупо всех облапошила, а история подогревалась ещё до выхода ролика. В своей инсте Рожкова решила покрасоваться тем, что вынашивает фейса младшего. Но фейк был раскрыт самой блогерши. Всё было снято ради того, чтобы отвадить журналистов вмешиваться в её личную жизнь. Я не беременна, и мне, если честно, уже очень жарко носить этот живот. Шумих, конечно, было немало. Четвёртое место. Все видео Лясика, Катайна и Флуфи. Тут у нас прям целое сборище креативных авторов, которые только и вывозят свой шлаг-контент за счёт фейковой дичи. Что не творение, то шедевр. Интересно, обо что и с какой силой надо долбануться головой, чтобы сочинять такие дешёвые тупые байки? Но так как сюжет завязан вокруг хайповых личностей, то, естественно, просмотры будут набираться. Поэтому отходы в виде этих роликов сливаются на хостинг большими партиями. В эту же секунду у него перед глазами промелькнула мысль «25 миллионов долларов всего лишь за то, что я отвечу «да» и тем самым обеспечу себя, своих детей, внуков, правнуков на беззаботную и безработную уж точно счастливую жизнь». У Лясика, походу, фетиш на Владика бумагу. На это даже смотреть блевотно. Ну, Катайна полная солянка лютого трешака. Прямо сейчас поставь лайк этому ролику, иначе завтра на улице за тобой будет гоняться этот сумасшедший клоун. И кто знает, что он с тобой сделает, поэтому лучше не рискуй прямо сейчас, ставь лайк этому ролику. Ну а Флуфи знатно передёргивал на Ивангая и того же А4. К счастью, он уже год как не публикует свои высеры. Но прошлые работы остались. «На Влада А4 было организовано нападение. Его побили, загрузили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении». Печально, но пока что этого фейкового дерьма пруд пруди. Кстати, если тебе интересно, кто всё ещё смотрит Лясика с Катайном, то переходи по ссылке в описании на наш ролик, где мы детально разобрали этот вопрос. Дальше будет ещё больший отврат. Третье место. Ограбление инстасамки. Ну а вот и душа нашей компании. Куда только Дашуля не вляпывалась, не сидит своей на жопе ровно, да и рот на замочке держать не умеет. Помни, что жуткое ограбление квартиры. А ведь какая драма была, какие слёзы. «Ну Даш, ты, конечно, чёрная актриса, ты помнишь это прекрасно, там, сложно было себя на эмоции вывести, но вот это...» «Голливуд плачет по такой актрисе». «Отличный трюк». Постанову прямо уж никак не рассекретить. «Это просто жесть, это жесть. Украли все флески с видосами прикольными с Ютуба за 10 лет, за 10». Жаль, что даже постанову сделали за неё. «Этим летом, тот случай, который помнит каждый из вас. Ребята, это был мой проект. Как он был? Я его придумал за 2 часа. Мне звонит Даша, говорит. «Никита, а как, а как это сделать ограбление?» И как же не упомянуть случай с Зелёнкой? Даша там тоже дала жару. «Руси, какой ты пиздец». «Вы адекватные, блядь». Ну, это уже полный фейспалм. Хотя неплохо зайдёт в послужной список постанов блогерши. Второе место. Сериал «Фиромира». Помнится, эта комедия с клоуном в главной роли всколыхнула весь интернет. Пацанчик вздумал поиграть с огнём, а эпицентром пожаров стали пуканы зрителей. И хоть этой истории сто лет в обед, наверняка у тебя в памяти ещё сохранились те легендарные фрагменты с оплевым на тьёму якобы подожжённой двери, разборки с якобы вооружёнными хейтерами, сборы якобы на благотворительность и лечение глаз. Я когда снимал это, это точно так просто, как тебе кажется. И типа, если ты хочешь стрелять, то стреляй в сердце любого, что наверняка я обычно не хочу. Ребята, это не шутка! Быстрее, ребята! Это был наитупейший развод длиной в целый сериал. Так сказать, дерьмовая версия иллюзии обмана. Только вот иллюзии никакой не было. Всё это постановы и мошенничество. И как видишь, годы прошли, а народ до сих пор не забыл гнусные проделки Ферамира. Вы вообще можете сейчас себе такое представить, чтобы какому-нибудь школьнику-майнкрафтеру забрызгали глаза перцовым баллончиком, про это бы все новостные паблики трындели? Вот и я не могу, а на тот момент это был прям какой-то нонсенс. Первое место. Сделал шар из тысячи скотчей. Нагло обманывать твою аудиторию, когда у тебя не один десяток миллионов на канале? Занятие сомнительное. Хотя о чём речь, если мы говорим о нашем любимом Владе А4? Вспомнить хотя бы тот самый нашумевший случай с шаром и скотча. Тут целая комбо халатности и наплевательского отношения к зрителям. Бумага, как всегда, решил покреативить и придумал гениальную штуку. Сделать шар из тысячи рулонов скотча. Но А4 кое-где прокололся. На своей странице ВКонтакте экспериментатор опубликовал пост, в котором обвинил А4 в постановочном контенте. Речь идёт о видео сделал шар из тысячи скотчей. Если верить Владу, то в ролике он использовал все тысячи рулонов клейкой ленты. Однако в инсте есть фотография блогера с этим же шаром, размер которого соответствует тому, что был в конце ролика. Та-дам! Занавес. А если серьёзно, он в натуре считал, что это прокатит? Да там финальная сифа почти не отличается от той, что была сделана из пары сотен рулонов. Хотя самому ютуберу на это наверняка положить. Абсолютно. 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 Короче, бумага и тут впереди паровоза. Кумир миллионов как-никак. А королём фейков, к слову, его сделали подписчики нашего телеграм-канала, которые отсыпали всеобщему любимчику аж треть от всех голосов. А ты согласен с таким итогом? Или считаешь, что кто-то способен притеснить сегодняшнего победителя? Тогда пиши об этом в комментариях, а также не забудь подписаться на наш канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы ютуба. Ну и в паблик ВК с телеграм-каналом тоже заглядывай. Там мы регулярно вместе общаемся, проводим подобные голосования и орём над угарными мемасиками.